Боевики обстреляли Зайцевым. Наемники открыли огонь по населенному пункту около 9 утра. Повреждены два дома. По предварительной информации, пострадавших нет. И сегодня же зону АТО посетил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Все подробности визита знает наш военкор Ирина Баглай. Впервые в Украине и сразу же поездка на Донбасс. При фронтовую Авдеевку специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл, чтобы лично понять, что происходит в зоне АТО. Первая встреча с жителями Авдеевки. Мы прекрасно знаем, откуда лететь. У нас остались там жилья. У нас остались там знакомые. И они рассказывают, откуда стреляют. Как вылезала на Спартак на мою улицу и била. У меня есть даже фотография, фоткали из-за моего дома, где я там жил. Бил танк. Попадание в цей дом было 23,34 танковых выстрелов. Авдеевская девятиэтажка и соседний дом, окрещенный жителями города, разукрашкой. Как доказательство российской агрессии. Что случилось с людьми в этой квартире? С крыши уже давно нежилого дома хорошо просматривается оккупированная территория, где проходит линия соприкосновения. Ситуацию Курту Волкеру объясняет Александр Хук. И там же на крыше специальный представитель США по урегулированию конфликта в Украине четко обозначает происходящее. Это не замороженный конфликт, это горячая война. Мы наблюдали эскалацию в этом году, и это очень опасно для людей. Мы видим много человеческих трагедий. Это необходимо остановить. После посещения Авдеевки Курт Волкер предоставит свои рекомендации, как остановить войну в Украине. Но прежде заявил о необходимости услышать и вторую сторону конфликта. При этом отметил, что для этого не нужно ехать на оккупированную территорию. Достаточно встретиться с представителем российской стороны, чтобы понять их стратегическую позицию. Наша цель – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Эскалацию конфликта на этой неделе подтвердили и в миссии ОБСЕ. После восьмидневного патрулирования, проехав по обе стороны линии соприкосновения, первый заместитель главы миссии Александр Хук уверен, что боевые действия можно остановить на политическом уровне. На неконтролируемой территории мы сталкиваемся с агрессией. И нас ограничивают в том, что мы должны делать. И если с той и с другой стороны нас ограничивают, то делают это по одной причине. Они не хотят, чтобы мы увидели что-то и сообщили об этом. Из Авдеевки Курт Уолкер отправился в Киев, оттуда сразу в Европу. В Париже и Брюсселе у спецпредставителей США запланированы встречи с представителями нормандской четверки, где на повестке снова минские соглашения. Готовы ли Штаты предоставить Украине летальное оружие? Убирая эту позицию до возвращения в Вашингтон, Курт Уолкер озвучивать не захотел. Пока поддержка остается исключительно в дипломатической плоскости. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова